Чистит Лыбедь Татьяна Вольфсон уже неделю. Каждое утро она выделяет час своего времени на такую работу. Говорит, что река находится в очень плохом состоянии. Идея родилась из ответов. Значит, первый ответ я получила на свое письмо о плачевном состоянии реки Лыбедь от администрации города, где написано, что это федеральная зона ответственности. И они мне пообещали, единственное, что они в этом году могут сделать, поставить здесь урны для мусора, потому что это и есть основная причина того, что люди бросают пакеты в речку. Татьяна живет в Рязани всего 4 месяца и не перестает удивляться состоянию наших рек. Чего только нет в Лыбеде, рассказывает она. В реке очень много, как я уже сказала, целлофана. Целлофан, он не разлагается. Он сто лет ему надо, чтобы он эту речку перестал мучить. Одежды много. Вот вчера вытащила рубашку, штаны, носочки забитые все с песком. И очень много бутылок. За свои средства женщина наняла рабочего, который опилил заросшие кусты рядом с Лыбедью. В планах Татьяны собрать выловленный мусор из реки по пакетам и продолжить очищать реку. Позвонила во все федеральные структуры города Рязани, где мне было сказано, что что вы, что вы, нет. У нас эта речка, так сказать, не на балансе, нигде. Тогда я решила, что раз эта речка ничья, значит она наша. Вот понимаете, наша. Вот я хочу, чтобы люди это поняли. Не надо надеяться на власть. Надо самим что-то начинать делать. Татьяна надеется, что в Рязани найдутся неравнодушные люди, которые вместе с ней помогут справиться с мусором в реке. И Лыбедь снова будет украшать наш город. Олеся Котровская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».